Сколько раз ест, а я не могу этого сказать. Вот она знает, и нужно что-то делать, потому что она не справляется с ним, да, то есть он ее обманывает. Вот даже у меня возникают такие мысли, там, обмануть такие, да. То есть, а представляете, что если у ребенка, у человека нету авторитета, нету никаких основ, то это просто будет, ну, он будет обманщиком, будет преступником. Я хотел бы, чтобы он у вас бы жил, чтобы он там воспитывался вот в этой среде, чтобы понял, что такое мир, вот как он устроен. Потому что он, тем более, у него отца-то нету, то есть, получается, там, две женщины, которых он обманывает. Он, он ими играет, манипулирует, как хочет. Он уроки не учит, я спрашиваю английский, ты выучил? А я уже забыл, мы вот съездили на море, это его мама, моя сестра. Она просто, ребенка, вот как игрушка у него. Она даже не думает, что это человек, что это мужчина. То есть, так, что-то купить, играться, там, купить что-то это. А то, что основы вот эти, да, этого нету, это ноль. Поэтому я настолько думаю, что это будет, настолько в этом опасность, что пока вы, вот, да, вот, хотел бы, чтобы он бы жил у вас. Ну, там, в Потеряевке, может быть, сначала бы, да, может быть, в этот, к вам туда, а потом бы еще... Ну, вот это вот нужно с Марьяной Михайловной, это мама моя, потому что она ответственность-то на ней, потому что они живут-то вместе, а я, получается, отдельно живу, и ко мне они его не привозят даже. Я говорю им, ну, привозите сюда, я тогда буду с ним говорить, да, ну. Ну, вот так вот, давай. Здравствуйте. Да. Я слышу вас. Ну, вот, ситуация, на самом деле, складывается, я тоже вижу в этом, да, мы и женщины, вот, он без папы, вот, папа участия как такового не принимает, вот, ребенок манипулирует, я это тоже замечаю. Но у нас есть дедушка, с которым тоже он, мы, я, это мой супруг, дочка и вот внук, мы живем вместе. И он манипулирует, на самом деле, но дедушка как-то это пресекает строго. Да, естественно, у него операция на сердце была, у него стенд установлен, у него сахарный диабет, вот, естественно, он относится, ну, болезненно. Здоровье у него, конечно, не подорвано у дедушки, естественно. Этот вывод не вкладывает в него, ну, скажем так, на сто процентов, чтобы мог бы вложить, да. Вот сейчас вот опять, да, это Марьяна Михайловна, моя мама, да, она привирает опять по-женски, да, вот как вот, она не может сказать всю правду, что на самом деле у дедушки нет сил. Она сама мне об этом говорит в беседе, да, в наших разговорах, да, и никогда она правду не скажет. Я поэтому это говорю ей, да, что, ну, ты же сама все видишь, что дочка у тебя, она полностью, ну, подчиняется тебе, она не самостоятельная. Хотя она работает, да, но в плане воспитания, что ей сделать, она полностью зависит от Марьяны Михайловны, от моей мамы, то есть от ее мамы. То есть что одеть даже, буквально, вот, представляете, вот в таком плане, что одеть, куда сходить там, вы представляете, а у нее ребенок, а она, что она может ему дать, да, вот такая мама, которая, я ее не обвиняю, просто я вижу в этом зло, что это получится катастрофа. Вот просто, вот это даже видно невооруженным глазом. Представляете, вот как так можно? Вот это вот опять вот женское вот это вот, да, и что я могу сделать? Я приезжал там что-то, пытался разговаривать как-то, когда у них были еще эти суды там, конфликт с отцом, с бывшим, они там снимали друг друга на камеру, полицию вызывали, и меня они просто дверь, вот, моя мама взяла, закрыла дверь, сменила ключи, вызвала полицию, и я в итоге оказался в полиции. Она теперь, ну, раскаивается, может быть, да, но дело в том, что против меня пошли даже, то есть я тут туда пытался, ну, вот как-то сказать, это было еще лет пять назад, да, то есть это уже время прошло, мы уже помирились, да, все хорошо, но дело в том, что я никак не могу повлиять на это, то есть это полностью женский мир, который они полностью взяли в руки все, бразды правления, и вот, что из этого выйдет? Я хотел бы, чтобы вы сказали ей, и чтобы он срочно ехал к вам, и чтобы там просто, я говорю, а давайте прямо вот просто вы все, что лучшее, вы могли ему уже дать, то есть заботу, все, все дальше это будет только во зло, что вы можете ему дать? Вы только будете его лелеять, холить, а в жизни-то это не пригождается, жизнь, она дает кулаком сразу жесткое, вот он привыкнет так, что к нему все вокруг него, да, вот это женское мир воспитывают, да, что все хорошо, что ты самый хороший, а он выйдет в общество, ему сразу дадут в лоб, он им даже, он угрожает даже уже сейчас ребенок, ему там сколько, 7 лет, он говорит, я говорил вот Марьяне Михайловне, моей маме, говорю, что сходи вот отправь его на тренировки, пусть он на бокс поет, вот он говорит, что я буду использовать эти приемы, если я научусь вот против тебя, вот против там бабушки, да, то есть, ну то есть... Вот я бы хотела узнать, конечно, совет, потому что на самом деле... Не совет, ехать надо. Да ехать как вот ехать? Я вот работаю, у меня муж не работает, вот, работает, дочка работает, естественно, нужно для того, чтобы жить, нужно оплачивать и коммуналку, нужно и ребенка, и одевать, кормить, и самим тоже кушать, чтобы, скажем так, не помереть, то есть работать надо однозначно, получать зарплату какую-никакую, но получать. Вот. Опять ты грешь там, как будто бы, как будто мы там бедствуем все, ты понимаешь? Не бедствуем, но опять же таки, опять же таки, я работаю, не все работают. Ты спроси, вот как можно, как можно оставить там, да, вот, можно ли это сделать? Все, я думаю, что вот в этом камеру поставь, думаю, что в этом главное, а то, что это уже точно, вот, как точно. А то, что... Продолжение следует...